Я хотел бы ветром быть и над землёй лететь к солнцу с неба Я хотел бы в небе спать и сныть, на нём смотреть сны в облаках Но ты сказала мне, это мечты И ничего в них нет, вот и всё, что сказала мне ты А я хочу, как ветер петь и над землёй лететь Но так высока и так близка дорога в облаках Может быть ты будешь ждать, а может быть мне дело твоё Если вдруг меня познать захочешь в тишине, крикни в окно Эй, где ты, ветер мой? Эй, где же ты? И я вернусь домой даже с самой большой высоты А я хочу, как ветер петь и над землёй лететь Так высока и так близка дорога в облаках А я хочу, как ветер петь и над землёй лететь Вот и всё, что сказала мне ты А я хочу, как ветер петь и над землёй лететь Но так высока и так близка дорога в облаках Дорога в облаках Дорога в облаках И доброе утро, говорим всем Доброго утра, Наталья Накурова, Ренат Каримулина Ещё сегодня с нами Этот в эфир введут и даже его открывает Группа Джонни Уокер Бэнд Правда, в неполном составе Доброе утро, ребят Ребят, доброе утро Друзья, небольшой анонс 29 февраля, суббота День исключительный во многих отношениях Но, во-первых, день, который повторяется ровно один раз в четыре года И это именно сегодня Сегодня говорим про самые необычные, удивительные, экстраординарные Кстати говоря, для всех, кто не знаком с ребятами из Джонни Уокер Бэнд Один из солистов обладает удивительным И, мягко говоря, не самым часто встречающимся именем Харитон Брэй и Евгений Дергачев с нами в гостях Доброе утро Кстати, вот, Харитон Как часто вам встречались ваши тезки? Вообще ни разу Ни разу? А сколько лет, если не секрет? 23 года 23 года и никогда не попадались Но зато ваше имя, наверное, всегда запоминает Ну вот, вы представляетесь, да? И вряд ли кто-то переспрашивает Как, 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 как Обычно это выглядит именно так А как, как, как? Да что, да? Это же, кто вас так назвал? И как это вот такое? Чья была идея? Да, чья была Это была моя идея Это мой псевдоним такой А, это ваш псевдоним сценический А в жизни вас как зовут? Антон Антон Поэтому тезок я встречал своих довольно часто Ну, как и я Наталья тоже, в принципе Ребят, расскажите, в принципе, 29 февраля Для вас в этот день что-то происходило такое интересное? Ну, потому что все-таки это... Чем-то знаменательное может быть Да, да, может быть, когда-то чем-то запомнилось Да, у нас было два концерта подряд вчера Вчера два концерта и сегодня в прямом эфире Действительно год високосный, сложный А верите ли вы в это? Что он такой? Относительно трудный Давайте, Жень, мы вам немножечко поднимем Это обычный день, просто... Ну, да, бывает раз в четыре года Но у вас нет каких-то своих таких, знаете, суеверий, примет Как есть у некоторых музыкантов Ну, не знаю, видимо, очень таких Боящихся спугнуть удачу Есть какие-то, не знаю, допустим, на сцену вы выходите всегда с левой ноги Аккордеон как-то натираете Это лишнее Это лишнее Гарантия успеха Идет накручивание И это не то Гарантия успеха, как вы думаете? Просто берешь и играешь, на самом деле Все просто Знаете, вот, на самом деле Вы говорили ранее про високосный год Чтобы вы там думаете на счет этого Я думаю, что это, на самом деле, очень счастливый год Встречается раз в четыре года Я встретил вот этого товарища и остальную часть команды Вот, так с этого и надо было начинать Именно в этот год В этот год Ну, именно четыре года назад, вот в такой високосный, да? Нет, именно вот в этот год. А, вы впервые познакомились? Мы знакомые месяц. И как вам так удалось быстро сыграться спец? Музыка объединяет. Музыка — это наш общий язык, который понятен всем. Ну, знаете, бывает среди творческих личностей, нельзя же нас считать такими своеобразными людьми всех творческих личностей, чего уж тут скрывать, конфликты, да, там, нет, я, мое слово будет последним. Бывает такое, из-за чего, скажем так, в хорошем смысле дружеские споры происходят? Ну, если это нужно на пользу группы, то да, а если это на пустом месте, ну да, соответственно, да. Ну, потому что люди про глазу, и мальчишки, все-таки, наверное, думаю, как-то поустучают друг к другу. Ну, не факт. Менее эмоциональные, почему? Ну, правда, девчонки могут там закипятиться, обиду затаить, я не знаю, еще что-то, долго дуться, а парни как-то быстрее все это у них проходит, и хорошо.